Смотри, помнишь этих птичек? Бинокль из картонных труб – экологичная подставка для карандашей, самолет из пластиковых крышек. Выкинуть старую вещь легко, но если включить смекалку, можно ей подарить новую жизнь. У нас коробка от какого-нибудь вещества, под лестницу. Потом мы дома из нее что-нибудь вырежем и склеим. И был такой мусорный объект. Но потом его опять, так у нас бесконечная, это не разборка. А потом эту посольку опять туда, потом разбираем и опять. И так по кругу. У нас как бы свой круговорот мусора. Собирать макулатуру и крышечки для них дело привычное. Первые коакции в детском саду прошли 10 лет назад. Петлю Мёбиуса на различных упаковках узнают даже малыши. Сбор, обработка, использование продукции из торсырья, значение ее стрелок могут объяснить любому взрослому. Мы вместе с ними его сортируем. Отдельно крышечки. Вместе моем тетропаки. Мы проводим экоуроки и беседуем с ребятами о том, как важно беречь природу и какой след мы оставим после себя на этой земле. Утилизация и переработка – лишь часть экологического воспитания. Особое внимание чистоте окружающей среды. На прогулку в лес детсадовцы идут, вооружившись пакетами. В маленькие свои детские мешки собирают мусор, там бумажки, крышечки. Взрослые идут с ними. И еще, когда мы собираем мусор, мы не выбрасываем все в отдельный мешок, а по картинкам мы выбрасываем в правильный бак. Раздельный сбор мусора – дело непростое. Ошибочно считают многие. Те, кто уже давно живет экологично, говорят, стоит только начать. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».